Всем привет, добро пожаловать на канал Плэдхоу, мы с вами продолжаем погружение в Субнатику Бэллоу Зеро. Я тут решил немножечко поп... Это в смысле? Это за тобой так пингвин гнулся, что ты решил аж сюда выпрыгнуть? Как так-то? Я бы тебя с удовольствием бы забрал, но у меня инвентарь полон. Боже, это что-то нечто невозможное и невероятное. Ну так по поводу, да, что я тут собирался сделать-то? Я искал место, где мы можем построить дом и нашел точечку очень неплохую. Знаете, вот как в реальной жизни. Я уже в одной из игр говорил, что когда строишь дом, ты должен прямо вот увидеть глазом какой-то определенный кусочек земли, да? И сказать, я хочу здесь жить, мне нравится это место. Прямо, знаете, вот симбиоз и полная синхронизация разума и сердца. И вот из всех ближайших таких территорий мне понравилось вот это. Здесь как раз-таки идет такой неплохой перецвет от зелени к синеве. Здесь же сразу есть и глубины, здесь же рядом есть и как раз-таки красивые монстры, которые нас обитают вот в этих водорослях. Тут же рядышком у нас и пингвины живут. То есть, в принципе, отличное такое местечко, красивое, радужное и черпотеря, почему бы и нет. Поэтому давайте, наверное, именно основу мы здесь с вами и заложим. Так, не то я взял. Строитель я уже изготовил. Нам тогда требуется вот эта капсула. Так, стоп, только единственное, что это наше... Он пернул? Серьезно? Теперь я вот даже не видел все. О, я что-то к этому моменту даже и не замечал, что это было. Или бы он съел кого-то. Да, значит, возвращаемся к нашему строительству. Я сейчас даже игра сбила. Мы будем ставить нашу первую основу вот сюда, наверное, да? Вот именно отсюда мы и будем... Или может даже вот именно где-то вот здесь попробовать. Прямо под вот этим шокером, который у нас бьет электричеством, под этими проводами оголенными. Да, наверное, вот сюда я его и буду ставить первым. Наш модуль пойдет вот сюда. Да. И к нему потом уже у нас пойдут все остальные перестройки. Его сейчас установим. Единственное, по-моему, далековато до нашей базы. 230 метров. Ну, ничего страшного. Мы потом все равно рано или поздно сюда переедем. Дальше. Что нам надо сделать сюда? Это, естественно, люк. А, нет. Серьезно? А по-другому никак? Требуется кварц. Ну, кварц не проблема. Сейчас найдем. Надеюсь. Наверное. Да, места у нас пока нету. А, стоп. Подождите. А, интересно, интересно, интересно. Я хотел проверить, а мы можем ли сейчас сделать себе такую небольшую кишку. А, вот она у нас. Титан. Две штуки идет, да? И как раз-таки к ней сделать перестройку, по которой мы будем заходить. И у нас будут все это развилки потом как раз-таки... Стоп, а развилка у нас есть, по-моему, уже сейчас. Требуется три титана. А она ставится сюда? Или она ставится исключительно к трубе? Скорее всего, она ставится только к трубе. Вот к этой, да? К прямому отсеку. А, хотя даже его не ставится у нас никуда. Хм. Не понял. А, так у меня комнату не готово. Во! Теперь она у меня готова, а теперь, наверное, можно попробовать сделать перестройку. Правильно? Да. Вот таким образом мы с вами и поступим. Только сейчас подумаем, куда я ее воткну. Ой, какая удача. А у нас здесь обломки лежат глайдера. Как раз-таки тот нужный титан для нас, который сейчас пригодится для сбора. О, готово. Так, значит, мы вот это перекрестие будем ставить сейчас тогда с вами вот с этой стороны. Вот в эту точку. Правильно? У нас как раз-таки она пойдет сюда, туда, и тут у нас будет выход. И плюс там еще для доп. комнат. Да, туда-сюда мы и ставим его. Отлично. Все равно мне требуется кварц, чтобы поставить люк. А вот, собственно, и он. Пополнить запас жидкости. Так, 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 жидкости, ну, на базе сейчас пополним, если что. Сначала только люк сделаю дополнительно вот сюда. А, стоп, у нас получается... Не, давайте мы, наверное, люк сделаем вот здесь. Отлично. Так, можно теперь забраться. Добро пожаловать. Внимание, работает аварийный источник питания, выработка кислорода отключена. Надо нам что-то сейчас, получается, сделать, чтобы у нас здесь все теперь работало. Если честно, немножко эти моменты все подзабыл. Поэтому будем, по ходу, пьесы вспоминать. Значит, для энергии нам требуются солнечные панели. Кварц. Там у нас, по-моему, еще был биореактор, да? Есть. Титан, комплекрудов и смазка. Для него потребуется еще отдельная комната. Ну, давайте, наверное, пока сделаем солнечные панели, наверное. А, стоп, подожди, у нас же шкафчик есть на стене. Сейчас я туда выложу ресурсы. И просто пока убираем все, что у нас тут есть. А, забыл картины. И дальше отправляемся на поиски. Сейчас пособираем ресурсы и продолжим строить. Ах, что-то погода тут у нас разыгралась. Мама, не горюй. Решил немножко пособирать, и в итоге... А в итоге никогда не видно. Все-таки прикольная фигура у нашей дамочки. Прямо очень. Сколько раз проплываю и вижу эту тень. Прямо нравится. Симпапуля. Прямо симпапуля. Так, значит, я собрал ресурсы сейчас на реактор. На биореактор. Можно будет его, естественно, установить прямо в эту капсулу. Потом мы ее сейчас оттуда перенесем. И даже, значит, схватить еще ресурсов на дополнительную пристройку, которая у нас идет уже с правой стороны. Вот здесь. Стоп, не ставится что-то. Во, встает. Стоять. А здесь. Это мы сейчас установим. Готово. Заползаем внутрь куда-нибудь сюда. Кстати, наверное, может быть, даже здесь мы и поставим реактор. А там уже ту комнату, где я поставил шкафчик, не будем ее менять. Ничего там не будем трогать. Где у нас реактор? Реактор, реактор. Вот вот здесь. Прямо в самый центр тебя, друг, сейчас установим. Только надо будет еще заправить его так же. Готово. Не активен. Что-то там наш ЕС... Это ЕС? Нет, это не ЕС. Активе написано. Заработало. Он ленточники ЕС. Ничего себе. Внимание кассирот достал на 30 секунд. Но здесь у нас он заполняется. Энергии 6 единиц. Ну, мало, конечно, мало. Надо больше сюда всего будет позабрасывать. Ну, нам батарейки еще потребуются. Также я хотел еще поставить несколько панелей какой-нибудь сюда на крышу к нам. Вот здесь сейчас их установим. А, у нас здесь даже несколько штук может влезть, да? Теоретически. А мне надо, чтобы было ровно. Ну, это мои... Мои... Мои загоны. Кто давно на канале, тот знает это. Встала. Отлично. Так, еще одна у нас влезет сюда. Да, влезает. Она так же... А, у нас, интересно, она вообще... Скорее всего, нет, не поместится. У нас, получается, здесь еще одна может встать на худой конец. Так что лучше, наверное, будем ее вставить туда дальше. А эту прямо по центру мы сделаем. Прикольно, кстати, батарейки сверху. Смотрим, таки, два шара. Но мы потом ее модифицируем. А, нифига себе, она не ровно встала. Кварца не хватает, чтобы построить еще... Парочку панелей надо поискать. Так, пачку панелей поставил. Я их решил выравнивать вот по этим синим таким фонарикам. Это будет намного, наверное, даже продуктивнее и интереснее. Но тут у нас возвышенность, поэтому она чуть выше встала. Так, кислород кончается. Надо возвращаться. Значит, что мы здесь можем еще сделать? Это нам пока не требуется. Комнаты, понятно, у нас есть. Надо будет их усилить. Внутреннее... Так... Брам-брам-брам... Брам-брам-брам-брам... Стекло титана. Я сразу уже смотрю на какие-нибудь аквариумы. Но нет, нам надо сначала будет еще сделать. Зарядное устройство для батарей. Комплект проводов. Медный провод. И титан. Давайте, наверное, даже сразу его как-то, может быть, вытащу на возможное производство. И нам еще потребуется отдельная комната, где мы сможем... Хотя нет, мы пока здесь временно поставим кровать. Что там требуется? Сейчас волокой титан. Кровать Фреда. Кстати, у Фреда поинтереснее кровать, да? Она у него такая прямо там с какими-то... Односпальная кровать. Там какие-то... Там, походу, какие-то дельфины нарисованы. Или рыбки. Либо классическая. Она как будто бы как в карбоне каком-то. Ну, давайте, наверное, такую поставим на производство. Так, все остальное мы пока трогать не будем. Ну, да. Почему нет? Поставим. Тоже поставим, наверное, вот это. Мне нужно производственник. Вот, изготовили титаны, кварт, две штуки. Сейчас буду добывать. Одно изготовитель набрал ресурсов. Надо его построить. Я вот сюда думаю, либо цветки поставим, либо при входе какая-то будет у нас здесь... А, мы, стоп. Мы же здесь там кишку дальше будем туда вытягивать. Тогда не будут здесь стоять никаких этих самых аквариумов. Они и так слишком будут большие. Значит, изготовитель давайте мы с вами установим где-нибудь, допустим, вот с этой стороны. Отлично. Сколько у нас там энергии? 435 единиц. Шикарно. Теперь хватит ли нам на изготовление медных проводов? Так, медная проволока у нас вот здесь. И нам еще требуется медный... Ой, точнее, комплект проводов. Требуется серебряная руда. Блин, а у меня ее нету. Хм. А на шкаф там хватит сейчас еще один? О! Сюда можно пока убрать то, что нам не нужно. И отправимся дальше. Мне серебряная руда, да, нужна. Прям очень нужна. Хотя мы вот так сделаем. Батарейку дополнительную. А то у меня глайдер просто уже пустой. Сейчас мы его зарядим. О! Шикарно. Ну что, путь дорогу за ресурсами. Не, конечно, что-что. А виды в игре просто потрясающие. Просто сумасшедшие. Кислорода мало. Ничего страшного. Сейчас, главное, я нашел провода. Ой, точнее, нашел серебряную руду. Сделаем провода и спокойненько... А может, здесь не были? Я думал, мы здесь что-то уже изучили. Там есть место в карманах? Да, чуть-чуть есть. А, вот смотрите, мы действительно пропустили, походу. Фрагмент маяка забираем. Здесь забираем аптечку у нас. Это ж такое, а нет, это фигня какая-то. Глайдер, опять же, забираем на титан. Или они все похожи, все эти объекты друг на друга. Ну, такие, типа, у меня есть небольшие заброшенные вот эти станции. Для батареек точно пригодится. Хотя, батареек у нас и так пачка есть, поэтому, наверное, надо будет просто сделать их уже и начать заряжать. Все, поднимаемся. Так, у нас вход с этой стороны. О, как хорошо, думаю, возвращаться фонарик надо убрать. Сделаем провода. И теперь мы можем поставить себе, наконец-таки, точку для зарядки аккумуляторов. Вот она у нас идет. Будет находиться также рядышком где-нибудь вот здесь. Так, то мы чуть-чуть ровно попробуем к этой штуке перешпандурить. По центру вот так. Выводим и вот сюда поставим. Шикардос. Так, где у нас пустая батарейка? Раз. Стоп, а у нас они... А, у нас только одна. Подожди, стоп, а где у нас еще были батарейки? Хм. Ну, ладно. Пускай будет так. Значит, естественно, этот объект мы теперь снимаем. Он нам больше здесь не нужен. Надо будет поставить... Сейчас мы это сделаем. А, нихерна себе они огромные. Ну, ладно, хотя бы давайте временно вот тут. Сделаем. Раз. Сделаем два. О. Хоть будешь заходить, хоть какая-то красота, хоть какой-то там момент живности, а не только рыбы и все такое, да? Это мы снимаем. Кровать пока пропустим, ставить не станем. Нам, наверное, надо будет дальше идти исследовать, путешествовать. Модули, понятно, мы сделаем. Надо будет перетащить модули, где мы можем строить мотылька. Точнее, не мотылька, а морехода. Становые слиты крошили. А, но у нас стекла еще нету, но мы его, наверное, уже можем сделать. Где у нас там эта штука? Так, стекло. Да, мы уже можем делать его из кварца. Но я, наверное, думаю, этот заход мы с вами сделаем... Попробуем, в смысле, сделать до вот этого... Дайте координат отправиться сами без всего. Надо разгрузиться. Ножик возвращаю. Вот эту штуку мы убираем. Она нам пока больше не нужна. Аптечку мы одну убираем. По дороге еще не скушаем. И радиомаяк мы на всякий случай с собой оставим. А, строитель уберем. Да, он нам точно не пригодится. Ну что, в путь дорогу. А, кстати, что у нас там по энергии? 413 единиц? Нормально, пока хватит. По дороге каких-нибудь грибов сейчас найдем и скушаем. Кстати, их тут очень много растет, поэтому с едой, водой особых проблем может даже и не возникнуть. И не обязательно что-то готовить. Главное, женщинам это не говорить. А то услышат, типа, а что там за грибы, которые можно не готовить? Пришла, мужу накидала, и нормально, да? Пригодится. Так, золотишко, крабы, раки. Нет, пока пропустим. Двигаем дальше. А, нет, чтобы маньяк дельта это не то. Нам вот сюда надо. Что-то не подсказывает, это будет очень глубоко. Но хотя бы на разведку надо сплавать. Ой. Здесь какой-то вообще лютейший мрак. Еще мы какого-то фигово решили выдвинуться ночью, понимаете? Когда надо было остаться дома, выспаться на кроватке и только потом уже куда-то двигать. Нет. У нас тут снегопады валят. У нас тут просто ужаснейшая погода. Темно, ничего не... Хотя вот здесь прямо неплохо все. А что это за сканирование? О, литий для батареек. Это что у нас? А, это соль. Очень глубоко. Что-то не подсказывает, что мы туда занырнем и уже не вернемся. Но явно, наверное, не с этим баллоном. Но сейчас чисто для чистоты эксперимента попробуем посмотреть. И если честно, я все вот эти уже тонкости, все вот эти особенности, все эти пещеры, что где вообще располагается, ей-богу, не помню. Поэтому, наверное, с этим будут проблемы. О, здрасте. Ну да, это очень глубоко. Это прямо очень-очень глубоко. Прикольная, кстати, местность здесь. Очень необычная. А мы тут что-то можем засканировать? А, нет. Нихрена себе! Он его просто сожрал прямо в полете. В... Йоу! Привет, товарищ! Ты нам просто нужен для базы данной как минимум. Эту штуку мы тоже заберем, пригодится. А, я тебе не могу сосканировать? А, вот. Сияющий кит. Ну, естественно, в конце ролика почитаем, посмотрим, кто это, что это за чудо-юдо. Ой, ой, стой аккуратный. Ого, отлично. А здесь у нас нету кислородных баллонов, что ли, вот этих? Хм. Вижу, там что-то светится снизу. Сейчас наберем воздуха и вернемся. Пробуем сделать заход. Прямо до вот этой точки. Хотя нет, давайте сначала вот здесь проверим, а потом уже, если что... Не, ну это... Это мучение, это издевательство. По факту, это реально издевательство. Надо делать на какой-то кораблик, и уже спокойно можно будет выдвигаться вот в такие глубины, хотя бы просто пополнять запасы кислорода. Так, с глайдером здесь, в этом просто небытие. Поблесе находится аномальная скальная масса. Отколовшись и всплывите над окружающим дном. Окей. Угу. Не, фигня, 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 фигня. Да, с этой штукой здесь не вариант. Надо, надо баллоны, надо делать технику. Дурацкая была идея, но проверили зато. Хотя что проверили? Да, да, там маячок, там, там сигнал. А у нас еще вон там есть источник сигнала бедствия. Может, на него надо будет сгонять? Почти добрался до спасательной капсулы. Надо забрать вот этот производственник наш. Он же забирается, если не ошибаюсь. Подняться. Нет, они подняться. Сложить тебя как-то можно, нет? Подняться, использовать. А, вот, собрать сборщик. Шикарно. У нас он есть. Сейчас я еще отсюда заберу нужные для нас ресурсы. И можно бы вернуться на нашу новую базу. А, у меня вот здесь, кстати, была батарея. Ну вот, отлично, я ее и заберу тогда. 300 единиц энергии у нас осталось. Так, титан. Наверное, надо все-таки поставить, чтобы у нас дом считался домом. Иначе по-другому это у нас работать и не будет, да? Так что, стоп. Эту штуку мы убираем. Где там наш сборщик? Не понял. А я что, его выб... А, вот он лежит, господи, слепой я. Плюс у нас еще батарея дополнительная. Мы ее сюда сейчас воткнем. Эту штуку мы, наверное, разберем. Вытаскивайся. О, вот сюда мы ее закидываем, а эту забираем. Сейчас-то сделаем маленькую временную кровать. У нас точно же она, по-моему, да, идет в условии, что это будет считаться домом. Прямо по центру. Здесь сейчас ее и воткнем. О. Кровать. Да, можно лечь. А ну-ка, интересно, сейчас я отсюда выйду. Нет, у нас не подсвечивается, странно. Ладно, у нас есть маяк. Давайте я его пока установлю туда тоже, чтобы можно было как-то здесь быстрее ориентироваться на всеми этими делами. Поставлю тебя вот сюда. А, его здесь даже не оставить, я понял. Вот туда прямо под базу куда-нибудь вот сюда. О, готово. Здесь мы напишем базу. Готово. Что касается растений, да, к сожалению, нам пока сюда нечего посадить, поэтому какие-то интересные у нас будут семена обязательно сюда закинем. Ну и, конечно же, эту штуку теперь надо нам разместить. Прямо вот здесь, недалеко от основной нашей платформы. Плова? Да. Итак, теперь надо посмотреть, что нам требуется по ресурсам. Мореход, расширение... А, да, здесь, конечно, придется очень много всего сделать, но ничего страшного, глаза боятся, руки делают, да? Пополос, собирать их. Кстати, можно по дороге, наверное... А, нет, но мы этот источник бедствия... Но можно попробовать, да, к нему добраться. Хотя нет, он очень глубоко. Не буду тратить время, я лучше пособираю просто ресурсы. Вот все хорошо, но что-то стали какие-то проблемы с серебром. Не знаю почему. Вообще, что-то стало его плохо здесь находиться. Так, воздух мы заберем. Нам это надо. Здесь он теоретически должен быть, да? Нет, здесь титан он сообразовался. Здесь точно его нету. Вот тут. Блин. О, блин. Ну, тоже не то, но нам тоже это будет нужно. Так, еще раз. Хочу посмотреть, что там требуется для комплекта проводов. Провода, провода. А, серебряная руда. То есть, он, получается, есть. А для этого микросхема. Микросхема, золото. Понятно. Медный провод, медь у нас есть. Сейчас тогда еще один коралл забираем и домой идем. Вот, собственно, и он. Ну что, да, получается, у нас с вами мореход почти что готов, да? Делаем комплект проводов. И сразу... А, микросхема. Черт, микросхема. Золото, медный провод. Так, сейчас, сейчас, сейчас заберу. Золото есть. А медь у нас здесь тут была. Раз. Два. Готово. И энергиячейка. Она у нас идет вот здесь. Батареи две штуки. Силиконовая резина. Резина была. А, да. Сейчас добудем. У нас вот как раз-таки все эти водоросли рядышком находятся. Надо только найти... А, стоп, это мелкие водоросли. Вон у нас большие водоросли, как раз-таки на которых находятся эти желтые... Ой, это еще красные ягодки, из которых делается резина. Сейчас соберем сразу несколько штучек, наверное. А что, здесь можно сканировать? А, водоросли мы можем сканировать. Мы до сих пор их не сканировали. Вот даю. Собираем. В смысле? Почему-то мне... Мне почему-то не дают ее собрать. Только одну. Ну-ка, может, а вот у этой? А, инвентарь. Сорри, я не там посмотрел. Сейчас. Ну, это около базы все. Сразу сделаю резину. Готово. И две батареи у нас здесь заряжены есть. Кстати, мы, знаете, как с вами поступим? Мы вот эту штуку сейчас разберем. И строитель тоже сейчас разберем. О! Отсюда мы две забираем. Ставим на соточку. Вот она. И отсюда вторую тоже забираем. Ставим ее в сканер. Готово. И теперь задавим батарею себе. Здорово, мандула. Все, у нас хватает теперь на технику. Но неужели? На самом деле, если честно, достаточно быстро мы это все дело провернули. Сейчас его установим. Ну, а что касается модуля уже, конечно же, будем наращивать. В зависимости от наших потребностей. Значит, сборка. Выбрать. Транспорт. Мореход. О, начавычку даже дали. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть у нас. Ну, и по-любому он будет выглядеть охрененно. Правда, такая маленькая такая головка. По-другому даже не назвать от здорового. Точнее, маленькая такая часть здорового состава будущего. Слушайте, ну круто. Наконец-таки у нас теперь есть техника. Единственный вопрос, как у нас в него погрузиться и... А, вот, у нас еще 100 энергий здесь, да, получается. Надо иметь какие-то баки или какие-то дополнительные энергии ячейки. Кстати, где наша база-то? А, вот она. Чтобы можно было погрузиться, да? И поменять, если что. Сейчас мы отсюда выйдем. У нас где-то модуль, по-моему, был вот здесь. Это... Нет, не здесь. Вот, к улучшениям. Здесь 4 ячейки. Надо пойти глянуть, как они создаются у нас. Сейчас проверим. Значит, создаются они у нас. И что мы вообще можем сделать для морехода? Вот. Эмалевое стекло, к сожалению, пока нету. Модифицированное... О, у нас еще для станции, кстати, есть модификации. Но, к сожалению, пока тоже не об этом идет речь. А, кстати, а мы, знаете, что забыли сделать? Мы с вами забыли сделать установку... Не обсерватории. Там требуется эмалевое стекло, а вот это. Медная руда, комната сканирования. Находит ресурсы обломки в пределах радиуса действия. Медная руда, золото и образец по всему кораллу. Сейчас за кораллом сгоняем. И, наверное, надо еще какой-нибудь живности пособирать, чтобы можно было покормить наш биореактор. О, а вот и коралл. Наверное, сразу еще заберу парочку. И домой. А знаете, что забыла? У нас, по-моему, если не ошибаюсь, требуются разные зарядники. Что для техники, что для вот этих обычных батареек. Там, по-моему, они друг другу не подходят. О, ремонтный инструмент, кстати, можем сделать. Забираем его. Руду собрал. Золото вот здесь у нас был. Там, естественно, я тоже порядочек наведу. Это, как говорится, к бабке не ходи. Обязательно его поставим. Ну и где у нас бамя будет... А, слушайте, а может быть мы сразу сделаем там вот себе кишку? Вот такую вот одну, да? К этой сделаем пристройку. Получится у нас ее поставить? А, там цветки мешают, я понял. Уберем. Есть. А теперь можно смело и спокойненько здесь уже нам все это дело выстраивать. Первую ставим сюда. Так, вторую мы ставим, наверное, вот сюда. А, нет, мы, стоп, мы наоборот сейчас поставим сюда крестовину. Вот такую вот. Дальше у нас пойдет две здоровые кишки длинные. Вот сюда как раз-таки чуть-чуть дальше пройдет. И туда одна то же самое. И они будут выходить дальше за пределы вот этих куполов. Куполов, точнее. Поэтому то, что нам нужно. Единственное, но Е, я, наверное, прямо впритык. Сейчас ее сюда попробую пришпандорить, если она встанет. Очень бы хотелось, хотя, смотри, не встает. Ей что-то мешает. А, вот здесь она может встать. Она здесь подтягивается. А вот здесь? А здесь и мешает, да? Она сломала все мои планы, зараза. Сделаем по-другому. Комната сканирования позволит вам находить поблизости аномалии, а также такие редкие ресурсы, как литий или медь. Мелититан, если вам почему-то необходима помощь в поисках. Значит, мы сделаем иначе. Сюда, соответственно, мы сбоку уже не сможем сделать перестройку. Но, чтобы обойти вот этот наш такой некий хороший, вообще в идеале должен был получиться план. Поэтому я вот отсюда сделаю ответвление с одной стороны и с другой стороны. Поэтому не будет одного общего коридора здесь. У них у каждого будет свой некий проход. А эта штука, как находилась здесь, так и пускай будет. Она прямо в углублении некое такое встала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я неужели сейчас умру? Нет-нет-нет-нет-нет. Да, я успел зайти. Буквально в секунде. Если есть тут везунчик, то это я. Жесть. Просто жесть. Так, ладно, с этим мы справились. Значит, единственное, что надо доделать... Кстати, стоп. По поводу модулирования этой комнаты. Так, улучшение для морехода. Это не то. А, ну здесь много всего. Мы, к сожалению, тут с вами не сможем поставить. Микросхема требуется. Вот, у нас идет медная руда магнетик. К сожалению, это... А, вот золото мы можем. Улучшение скорости сканирования. Ну-ка. Сейчас мы возьмем золотишко. И поставим доп. Модуль. Только сперва нужен свинец. Алмаз. Господи, у меня этого пока вообще ничего нету. Ну да. Придется покопашиться. Придется еще поиграться. Значит, что у нас здесь? А, у нас здесь мало энергии. А ты заберешь, что-то интересно. Заберешь. Да, он активный, к сожалению. А, все, начинает крутиться. Отлично. Да, и как раз пополняется энергия. Если что, карал, то мы соберем. Так, с этим мы разобрались. Ресурсы у нас тут эти есть. Сейчас, наверное, их тогда выгружу. Нам надо двигаться дальше. Это я пока как-нибудь вот сюда скину. В один шкафчик и в другой. О, готово. Прыгаем и поехали сгоняем. Посмотрим, что же там у нас за такой тайный, странный, непонятный сигнал. Нам до него добираться. Получается, сколько? 500 метров. Ну, не так уж и далеко. Нас немножко как-то накренило. Господи ты мой. Нас не то, что накренило. Нас прямо жестко... А, нет, нормально. Я что-то начал подстраиваться уже под рельеф данной местности. И думал, нифига себе, что за наклоны. Не, сори. Трою. Нормально все. Значит, у нас температура 8 градусов. Состояние 100%. Энергии 100... Да, было. 99 осталось. Ничего страшного. Потом подсоберем на какие-то аккумуляторы, на генераторы, чтобы можно было сделать восстановление энергии. Иначе... Иначе все время делать новые батарейки такой себе. А сколько там осталось? 100 метров. Главное нам не вырезаться. Вот по минимуму таких вот действий. Чтобы ничего не портилось. И как можно дольше мы могли на нем прокататься. А, слушайте, а походу мы промахнулись, да? Это где-то у нас очень глубоко. И я сомневаюсь, что это находится вот в этих точках. Хотя, возможно, именно вот под этими пещерами и должно где-то быть у нас в виде захода. Может, вот здесь попробовать через вот эти корни пробраться? Не, ну это какая-то странная штука. Это прямо, мне кажется, я... Ой, как зря сюда суюсь. Сто процентов. Выходим. Надо поплавать, поискать какие-то другие заходы. О, вот здесь, возможно, да? Здесь тоже корни. Сколько там получается? 200 метров. Ну, у меня есть одно предположение. Попробовать... Боже, мелкая разбилась прямо о борт нашего корабля. О, ничего себе. А смотрите, а ничего себе здесь ресурсы. У нас огромное количество. Здесь заодно мы можем, наверное, сейчас изучить и вот эти грядки, да? Выпрыгиваем. Да, наружная грядка. Шикарно. Плюс она и плюс платформа, наверное, мы можем выучить. А нет, платформа пока не изучается у нас. Но это я по-любому пока соберу. Есть что? Бутылочка воды. Бутылку воды, наверное, сразу выпьем. Так, захлебнул он ее. Это мы будем брать, интересно, нам для батареек? Нет, я думаю, две штуки возьмем пока достаточно. Надо найти возможность спуска к этому сигналу. А, кстати, вот здесь, наверное, есть проход. Сейчас попробуем. Забираемся. Баренька. Знаете, что я не взял? Надо было сделать пачку этих самых маячков. Вот без них будет тяжко, 100%. А вот тут у нас... Да нет, это не сюда. Это не в эту сторону вообще. Ладно, возвращаемся. Попробую все-таки через эту же корневую систему туда забраться. Может быть, что-то получится. Буквально хотя бы там до 50 единиц. Можно попробовать пособирать. Так, серебро нам по-любому нужно. Здесь надо вообще все эти ресурсы нам собрать. А то у нас этим будет тяжко. И очень надеюсь на кислородные пузыри вот эти. А, они тут как раз таки есть. Не везде, но... По-моему, мы вообще не сюда пошли, ребята. Вообще не сюда. Так, это мы будем сканировать? Фрагмента... Так, пульсионной пушки забираем. Я сигнал потерял. Сигнал, сигнал, сигнал. Что в упор не вижу его. Так, стоп. А, я вообще из другого места где-то вылез, да? Еще раз. У нас он, получается, вон там находится. Но это, скорее всего, не та система корневая. Потому что проход, который здесь есть, он не ведет в то направление вообще никак. Он где-то здесь между находится. Нет, это не сюда. На другое место, да. Так что прыгаем и уходим. А, если честно, я даже действительно фиг поймешь, где тут находится проход. Если мы с вами здесь уже сделали целый круг, то здесь либо какая-то должна быть... А, нет, стоп, это не она. Я думаю, здесь должна быть какая-то некая пещера. Я тебя понял. Ну, что-то это все не то и что-то все это не так. Ладно, давайте к дому-то возвращаться. Попоюсь, а вернемся. Еще и глубина какая-то странная. Все-таки попробовать найти ее. Здесь, наверное, скорее всего, надо вот эту всю скалу попробовать как-то оплыть. Найти какую-то пещеру, либо, я не знаю, какое-то допогружение с возможностью до захода, да. Вроде как совсем рядом. Мы бываем ровно над ней. Мы ее оплывали уже раз в два или три, этот сигнал. Но заход, где же он? Ну, это мы обратно возвращаемся вот к этим корням. Ладно, да, продолжим это потом сюда сделать. Пойдемте, сейчас лучше к базе вернемся, и там еще кое-что надо доделать. Всегда так приятно возвращаться в сторону дома и вообще к дому. И самое интересное, у нас здесь так это все искрит, как такой некий маячок прямо показывает, где мы и куда нам надо добраться, и куда нам надо доплыть. Так, что у нас здесь по поводу карты и сканинга? Все, мы проверим, посмотрим. А как здесь у нас выбирается? У нас, по-моему, где-то вот здесь, да, выбирает? Кварц у нас здесь есть. Это немножечко не то. Давайте танфрагменты тут есть. Медная руда. Отложение соли нет не то. Яйца существа. А, так. Так, так, так. Так. Горячая зона. Нет, не то. А здесь нету, что ли, ни алмазов, ничего такого? Серьезно? Ну, давай тогда ящик с данными пускай он будет сканировать и находить. А, вот здесь у нас как раз-таки одна точка отображается. Надо будет ее обязательно собрать. Так, надо глянуть, что у нас там осталось. Так, ну, мы делать не будем пока. Надо микросхема, свинец и алмазы. Нам нужны алмазы. Хм. Ну, грядки мы тоже тогда ставить пока не станем. Ну, и ладно. Я думаю, тогда мы уже действительно зарядимся энергией, всяких там разгрузим вещей, возьмем какие-то нужные для себя и отправимся уже там в следующей серии на вот эти сигналы источники бедствия искать и последние известные координаты. Тогда с теми, кому интересно было прохождение строительства, я вам попрощаюсь. Ну, а с остальными мы отправляемся почитать некоторые данные. У нас есть левиафаны и сияющие киты. Интересная такая мандула, вы только посмотрите. Показана прямо чуть ли не какая аэродинамика, когда, то есть, точнее, вот аэродинамика, как у нас вокруг его крыльев, даже можно так это назвать. Сияющие киты – это социальные левиафаны длиной примерно 30 метров, которых можно часто увидеть в открытом океане и иногда на поверхности. Фотофоры сияющие киты имеют несколько видов белиоминесценции. Самые знаменитые из них – это их фотофоры и ярко сияющие железы в уголках глаз и в наростах на концах их, похожих на парусах грудных плавников. Сияющие рога. Голубые рога сияющих китов работают подобно камертонам. Эти рога увеличивают звуки в воде и помогают сияющим китам находить членов своей группы на расстоянии. Эта способность также используется при охоте на косяки рыб для определения местохождения потенциальных источников пищи. Когда группа китов играют, они испускают гармоничную серию нот, которые резонируют в их рогах и приводят к введению ряда химикатов, по всей видимости, вызывающих приятную реакцию китов поблизости. Частота этих нот слишком высока для человеческого уха. Оценка пассивные переносят рачков и водоросли. Дальше. Травоядный маленький. У нас есть арктический пескун. Ну, это тот самый бедолага, который у нас был в начале серии. Кстати, прикольно. Здесь даже наконечники его, да? Указанный температурный режим. Быстрая маленькая травоядная рыба маскируется на фоне льда. Как и обычный пескун, быстрый, относительно умен, что позволяет ему выживать в больших количествах. Заметка исследователя. Мне нравится автоматически сгенерировать название приложения «Ледоклоп». Вот так вот. Съедобен. Дальше. Что у нас там по флоре есть? Используемые семена водорослей. Ну, как раз то, что мы с вами только что собрали. Созревшие водоросли, пережившие поедание малыми травоядами, производят эти биолюминесцентные грозди семян, которые могут быть сбиты свободными потоками или съедены, а затем отложены в экскрементах пожирателей. Зародыш окружен грустным слоем масла и силикона, которые вытекают на грунт при разложении внешней оболочки. Это дает саженцу питательные вещества, необходимые для того, чтобы выжить в условиях низкой освещенности на дне моря. Важный инопланетный ресурс применения и в изготовлении предметов. Дальше, по поводу моря у нас еще есть коралл полумесяц. Коралл в форме полумесяца, предпочитающий расти вертикально, как лиана. Ветвящиеся нити, соединяющие полумесяц с красным стеблем, содержат крошечные жгутики, которые притягивают различные микроорганизмы для поедания. Ну, здесь действительно такой, знаете, как лианная и прямо ввысь. Хотя мне чем-то напоминает даже какие-то, может быть, грибы прямо. Ну, и у нас техника, это снаряжение, пропульсионная пушка. И у нас, ну, это то, что мы будем с вами уже изучать во время ее строительства. И наружная грядка, которую мы с вами получили. Так, все тогда, получается, все данные мы с вами посмотрели, со всеми ознакомились. Ну, и на этом моменте я тогда с вами попрощаюсь. Надеюсь, вам серия понравилась. У нас начало строительства базы положено. Дальше нам будет собирать ресурсы. Ну, какие-то, естественно, элементы я этого буду вырезать, чтобы это все однотонно не было. И уже будем отправляться на какие-то поиски, на загадки, на какие-то уже такие именно весомые действия с базой. Ну, и так далее. Все. Всех поднял, обнял. До новых встреч. Всем пока. Не забывайте по возможности лайк, дизлайк, комментарий. Все.